Я решил сделать серию бесед о древней йоге. Может быть, вы спросите, зачем это вам и зачем это мне. Ну, мне очень приятно, когда я говорю о йоге. Это для меня очень-очень приятное времяпровождение. Но кроме этого, само знание имеет такую особенность, когда ты аккумулируешь его, а потом делишься, вот в этом процессе знание как бы увеличивается. Помните, в Библии есть такой момент, Христос и Его ученики, у них мало хлеба и воды, и ученики говорят Христу, что там много народу, и всех не накормить. Но Христос говорит, давайте накормим, и они начинают, и то, что осталось, они всех накормили, много людей, и то, что осталось, осталось больше, несколько мешков хлеба и рыбы. Священное знание при передаче увеличивается. Это как огонь. Можно иметь свечу, и ты даешь другим. Ты способствовал распространению этого священного огня. Этот огонь – божественный огонь. И учитель в одной из Упанишад ученику говорит, вот бери этот божественный огонь, охраняй этот огонь, и делись с другими теми, кто может воспринять, у кого есть топливо. Там очень часто это слово. Главное – иметь с собой топливо. Ты подходишь к учителю, и если у тебя есть топливо, это нужно понимать в иносказательном виде. Топливо – это какой-то багаж. Ты должен выстрадать. Ты должен жаждать этого знания, которое они, эта философия и эти философы, признают два вида знания. Одно обычное, и другое – это пражня. Знание истины. Они говорят, что это знание абсолютно другое. Вот как вкус халвы. Очень часто суфистские философы говорят о вкусе халвы. Ты можешь понять, что такое халва, только приготовив сам и вкусив. Потому что главное – это не цвет халвы, не имя халвы, не то, как оно продается и так далее, не история. Главное в халвы – это его вкус. То же самое можно сказать, очень красивая легенда о Манговой рощи. Отец посылает сыновей в Манговую рощу. Ничего не говоря, просто вот идите в Манговую рощу и потом возвращаетесь. Один приносит с собой, вернувшись, знания, историю, кому эта земля принадлежала, кто нынешний, его обладатель. Другой приносит знания о деревьях, сколько в этой роще деревьев, сколько этим деревьям лет. А третий сын просто говорит, что он попробовал вкус Манга. И отец должен сам приехать и попробовать вкус. Ну, принести ему почему-то не смогли, легенде такого нет. Главное – вкус Манга. То же самое древняя йога. Вот я начал с вами беседу, да, и говорю о древней йоге. Я сразу хочу ограничить, чем будет отличаться, я буду пытаться это сделать, отличаться моей беседой от таких же йоги, о философии йоги, психологии йоги. Мне нравится один момент из Пхагавадгиты. Там есть нечто такое. Учитель начинает объяснять ученику философию, и тот его останавливает и говорит, ты водишь во заблуждение мой ум, поэтому скажи лишь одно то, чем я достигну блага. Вот это прагматизм. Такой в хорошем смысле прагматизм древней йоги. Йога культивирует некий новый вид сознания. Они это называют самадхи, нирвана и так далее. Очень много санскритских терминов мы будем говорить про светление. Будда любил говорить про буждение. Но мы должны поступить так. Мы должны некоторые слова воспринимать с нуля. Один из мастеров дзен зашел в аудиторию и студентам говорит, он налил воды в стакан, вылил воду, потом налил чай. Он говорит, если ты хочешь выпить чай, ты должен вылить все, что есть в стакане и потом наполнить чаем и выпить. Забудем про йогу, то, что мы читали, обдумывали. Ну, отложим. И попытаемся увидеть йогу с прагматической, древнюю йогу. Вот этот путь медитации, да, самосовершенствования. Зачем людям тратить на это время? И ответ очень простой. И там же, в гите, в бхагавадгите, в другой главе написано так. От великого страха спасает это знание. То знание, которое в бхагавадгите. Теперь о каком страхе идет разговор. Мы все помним легенду о Будде. Был молодой человек, упакованный. Он имел жену, сына. Он был без пяти минут правитель. Отец готовил его для этого. И его оградили от всего плохого в этом мире. Ну, такой был. Чтобы он не упал в депрессию от увиденного и не заинтересовался в философии, его ограждали. И он уже взрослым увидел то, что увидит каждый из нас. Пять-шесть лет примерно, тот возраст, когда с нами происходит этот психологический такой удар, я бы сказал. Серьезный удар по нашей детской психике. Мы узнаем о существовании смерти. или чуть раньше, или чуть позже умеряет кто-то из наших родных. Мы спрашиваем остальных, они нам врут, мы это уже чувствуем, они что-то говорят, но сами в это не верят, потому что очень горуют. И мы понимаем, что все смертно, и мир предстает перед нами в угрожающем виде. Мы загоняем это в наше подсознание. Вот примерно представьте себе, есть такой мячик, и мы одной рукой этот мяч загоняем под воду, он постоянно пытается вырваться, но мы его держим. Часть нашей психики занята удерживанием этого страха внутри. Мы удерживаем это подсознание и играем в разные маленькие игры, чтобы не вспоминать этот великий страх. Ну, в Гите говорится, что от великого страха спасает это знание. Одним словом, если человек начинает впитывать эту философию йоги, они называют это даршана, видение. Если человек начинает впитывать это видение, как бы надевает йогические очки, эти розовые, новые очки, новое видение, он избавляется от старого видения. Вот от этой болезненной духи он может избавиться путем такой жизни, какую предписывает йога. Я написал об этом много книг, они в сети, в свободном доступе, я ничего сейчас с вами не рекламирую. Конечно же, сейчас нет у людей времени все это читать. И мало людей читают, больше слушают. Поэтому я постараюсь в некоторые главные моменты пройтись по всему тому, что я написал. И на некоторых моментах останавливаться для вас. отец. Отец.